Я всех приветствую, дорогие зрители, с вами я Макс, и это полный обзор iOS 10.0 Beta 2 на iPhone 5s. Ну что ж, Apple выпустила эту сборку только вчера, 5 июля, если быть точным, спустя аж 3 недели после релиза первой беты. Ну, ребята, это, конечно, был, не знаю, какой-то косяк, серьезно. Через неделю после выхода первой беты вышла 9.3.3, бета 4, потом вышла на следующую неделю 9.3.3, бета 4, и только сейчас уже, наконец-то, они выпустили вторую бету. Обычно они как-то, знаете, выпускали вторую бету новой операционки, ну, хотя бы там через неделю, две, а тут целых три мы ждали. Ну, тем не менее, они действительно поработали над ней, давайте начнем сразу, не отходя от кассы, к основной день. Давайте сразу хочу сказать вам, что омновение весило почти 500 мегабайт для iPhone 5s. Далее, так, это у нас здесь. Далее у нас, после омновения, как видите, нажмите на экран, нажмите домой для завершения настройки iOS 10. Потом диагностика, диагностика теперь отправляется автоматически отказаться, как раньше было на первой бете или на iOS 9 до этого, на всех предыдущих нельзя. Она теперь всегда включена, только можно нажать дальше. От диагностики программ, точнее анализа, да, можно все равно отказаться. Ну что ж, давайте уже приступим к новой идеям. Да, хотя, сразу хотел бы отказать, что не отходя от кассы. Чтобы отключить диагностику, то есть, если вы не хотите ее отправлять, вам нужно зайти в конфиденциальность в настройках. Да, кстати, добавился новый пункт распознавания речи. Пролистать самый низ, здесь есть диагностика использования. Просто вот здесь будет у вас стоять, отправить автоматически, ставить и не отправлять. И все у вас будет в шоколаде. Давайте вернемся к экрану блокировки. Экран блокировки у нас выглядит следующим образом. Теперь у нас, как видите, изменилась вот эта самая надпись. Ну как, она не изменилась, она теперь просто в две строчки такие. Нажмите кнопку домой, чтобы разблокировать. Старый вариант мне нравился намного больше, если честно. Этот как-то, ну, так сяк, если честно. Далее, у нас теперь намного плавнее, видите, открывается камера. Чуть подальше. Вот если вот так дергать, нормально, очень даже. Ну и виджеты более плавно. Вот, сильная гроза, вероятность дождя 30%. Ну и, как видите, этот баг не пофиксил. Ни облачков, ничего нет. Ну это хреновая Apple. Ну, да, и виджеты теперь у нас, менить не надо мы пока еще, которые не адаптированы в полный рост, так сказать. Они раньше были обрезаны наполовину, теперь, хоть я могу посмотреть, что у меня гороскоп такой-то, такой-то, сегодня любовь у меня фиговая и работа. Но видео я все равно сниму, хоть и работа фиговая. Ну и в обмане могу посмотреть, ну и свои напоминания. Далее. Так, видите, заметки у нас не показывают, то есть просят разблокировать девайс. Только что показываю и теперь просят разблокировать. Окей. Теперь у нас пишут здесь, что weather information provider by, by и просто так. Хотя это provider the weather channel. Хочу отметить, что на iPad продолжается надпись, и там есть the weather channel. Здесь она тупо, как я понял, не помещается или что, но нету просто, кто поставщик погоды. Написано, что предоставление информации о погоде и просто. Кто, что, непонятно. А вот биржевая информация, видите, юху предоставляет, то есть это видно. Давайте потестим, как открываются виджеты, нажмем изменить. Но открывается плавно, то есть плавнее, чем на первой бете. Далее, один из интересных тоже моментов новой беты, это когда мы... Давайте сейчас заблокируем. Видите, у нас есть замочек, но, смотрите, я не нажимаю, прикладываю пальцем, который у меня забит. Без блокировки у нас новая анимация. На мой взгляд, классно. То есть теперь есть уведомление о том, что телефон без блокировки, можно заблокировать его любым пальцем. То есть это реально классно, на мой взгляд, честно. Потому что на первой бете я опутался лично сам, заблокирован или нет еще. Вот, посмотрите. Раз, я нажал, и уже потом, к второму у меня пальцем не забит, и раз, все, я на хомскрине уже. Это все нововведения по экрану блокировки. Далее. Много очень пользователей отметил, да и я в том числе, даже на своем четвертом iPad, ну и само собой на iPhone 5s, это очень быстрое открытие камеры. Давайте я даже вот так еще раз выкину его, раз, и все, отлично. Ну, сама камера, если не считать медленно, все неплохо. Далее. Изменился фон папок. Фон папок, ну, мне с Trauer больше понравился, если честно. Здесь он какой-то, ну, такой светлый, что ли, сероватый. Старый, мне кажется, лучше был, если честно. Далее. Что у нас еще поменялось? Мне кажется, что стал плавнее Control Center. Ну, видно, да, я думаю, что все-таки он отлично, ничего не лагает, как было на девятке. Здесь изменился, по-моему, на иконку iPhone, и, к сожалению, я точно не помню. Подскажите, пожалуйста, в комментариях, кто на первой бете до сих пор сидит, изменилось ли он здесь или нет. Я вот этот момент как-то пропустил. Далее. Приложение фото, наконец-то, оптимизировали. Смотрите, у нас теперь оно практически не лагает. Раньше, когда нажимали на корзину, допустим, у меня просто вот это удалить фото с диким лагом выскакивало, и все удалялось. Теперь же все отлично, все быстро, все нормально. Это радует. То есть приложение фото, они пофиксили, да, кстати, вот теперь при входе в те же заменки нам пишут, что нового из них. Далее. Хотелось бы отметить, что изменили в часах вот этот режим сна дизайн. Теперь приступить в новом дизайне. Вот это, мне кажется, кстати, я не пользовался этой функцией, мне нафиг забил. Честно, почитал, но что-то нифига все равно не понял, решил забить. Так вот, изменили вот тут дизайн кнопки. Вот это теперь надо приступить. Мне, кстати, больше нравится старый дизайн, чем вот этот новый. Больше здесь, как вот был круглый циферблат, это еще с первой беты, ничего абсолютно не изменилось. Далее. Теперь для Америки в здоровье есть донорство органов. Вы можете пожертвовать свой орган. Ну, в общем, ребята для штатов из Apple, конечно, позаботились. Теперь в штатах вам будет легче продать свою почку. Почему вы сможете это, как я понял, сделать теперь более чем менее официально, по приемлемой цене и взять себе сразу iPhone и iPad. Ну, возможно, даже на MacBook останется, не знаю. То есть, не отходя от кассы, так сказать. Это реально классно. Спасибо, Apple. Это мы все ждали. В России, к сожалению, этой must-have функции пока что нет. А так здоровье больше ничего не изменилось, по-моему, практически. Далее. Хотелось бы еще показать, что вам теперь в поиске. Тут показывается... Раньше там показывался последний запрос. Теперь у нас пока... Ваш последний запрос поиска. Теперь у нас показывается вся такая небольшая история. Можно нажать «показать меньше», «показать больше». Тогда показывается только один запрос. Хочу отметить также, что Safari намного стал быстрее работать. Действительно. Все очень быстро грузится и намного более плавно, чем до этого было. На первый байт. Далее. В сообщениях появились новые стикеры. То есть теперь можно, Apple нам дает загрузить. Вот мы нажимаем на «плюс», «store». У нас открывается «store» непосредственно. И... Так, давайте я сделал яркость повыше слегка. Так, давайте я уже скачал. Вот все-то новые. Можно их включить сразу отсюда. Готово. Ну и давайте полюбуемся на них. Так. Я еще не смотрел, честно, как их тут активировать. Так. Ага, отлично. Так, давайте-ка. Смайл. Так, все. Кстати, из-за полуочек, я понимаю. Угу. Давай такой. Хм. Ну ничего так. Согласитесь, уже, кстати, больше. Я, кстати, опробовал уже вот эту фишку со смайлами. С человеком, которого... Ну, с другом. Там у него тоже десятку он себе поставил. Мы, конечно, угорели по iMessage'у серьезно. Очень классная тема. Ну и давайте, раз я в сообщениях... Давайте я, допустим, напишу. Отправлю самому себе. Ждем. Какой у меня классный звук, согласитесь. Ну, тем не менее, мы сейчас посмотрим на новую фишку. Теперь на устройствах без 3D Touch можно вот так вот просматривать сообщения и отвечать на них. Ну, вообще, не только сообщения, а абсолютно любые уведомления, почту. К сожалению, я заскринить не смог, потому что при попытке скрина, ну, просто выкидывают на экран блокировки. Вот я могу вам это даже сейчас показать. Ну, видите, да? Не получается. Но, тем не менее, тоже это с Beta 2 стало доступно. Apple пообещала, что эта функция будет... Фишка даже эта в большей степени будет работать на устройствах без 3D Touch. Давайте еще раз посмотрим на эту замечательную фишку. Ну, и можно ответить «Спасибо». Ну, здесь можно так же, как было раньше, очистить. Ну, и вид. Жалко, на 3D Touch там, конечно, можно было вот так нажать, надавить, и сразу это открывается. Здесь же нам надо делать вид, и только тогда посмотреть. Это немножко неудобно. Но, хоть так, чем никак вообще. Далее, со второй Beta почему-то теперь нет скобок в номере. Вот я написал, допустим, вот номер стандартный. Скобочек нет. Но, мне кажется, их и вернут, потому что без скобок как-то не очень красиво смотрится и не так ясно. Ну, и хотел бы поделиться с вами прискорбной новостью. Для тех, у кого был модифицированный ВКонтакте, ну, у меня еще Инстаграм с Сейвграмом стоял, с сайтов, как там он, Fox, что ли, они, к сожалению, не помню точно, как называется, по-моему, Fox. Значит, теперь ВК не работает, Инстаграм тоже, любое приложение, которое с сайта вы скачали, не работает. То есть, пришлось поставить официальное все, последнее, то есть ВК, Инстаграм. Теперь вам придется сидеть без офлайна, то есть на второй быте. Да, это плохо, но, может быть, что-то придумают разработчики этого ВКонтакта. Ну, не знаю, точнее, не ВКонтакта, а именно той версии, которая оставилась без GeoBreak. Это мы еще посмотрим, увидим. Ну, а так, к сожалению, пока, да, его поставить не возможно. Еще одной новой фишкой, даже не фишкой, а именно исправлением, как я, знаете, слышал от пользователей, стало, что на 4-дюймовых устройствах выровняли шрифт. Ну, без комментариев, мне кажется, именно это бета-2. Не знаю, народ, ну, ладно, без комментариев, действительно, здесь я ничего не могла добавить. Ну, выровняли, выровняли, ну, только медиатека для вас, и вот здесь все это как было, так и есть. Не, ну, медиатека, это, конечно, полный финиш, мне кажется, вот, народ, ну, выровняли, зато в шифты как-то. Да, и давайте я вам сразу покажу, не отходя от кассы, что это именно последняя бета. Ну, и номер сборки, соответственно. Новых обоев, само собой, также не завезли, к сожалению, ну, что поделаешь. В системных службах, точнее, в геолокации, именно в системных службах появились новые надписи, то есть, Emergency Source, Elocation, Besset, и так далее, что-то. Я это выключил нафиг, ну, нафиг зачем, не понимаю, к сожалению. Мне кажется, может, для Америки эти функции актуальны. Ну, что они делают, к сожалению, тоже я пока что не понял, но нафиг выключил. Мне кажется, в России это все равно не работает, только батарейку вашу. Слушай, вопрос о батарейке, народ. Батарейка на второй бете уходит что-то совсем быстро, вот я снял телефон в 9 утра, сейчас уже почти 12.30, ну, и можете сами посмотреть, сколько прошло уже, что где по времени. Как-то все-таки уходит быстро очень батарейка, я особо ничего с ним не делал, а уже 50%. То есть, ну, как-то по сравнению с первой... Первая бета, честно, держала, мне кажется, намного лучше, чем вторая. Не понимаю, с чем это связано, к сожалению. Ну, как есть. В поиске Spotlight в настройках появились две новые опции Suggestions in Search и Suggestions in Lookup. Тоже, кстати, ну, и, как видите, описание их на английском. И да, после обновления с первой бета мне пришлось все заново настраивать, у меня были все эти ползунки включены. Не понимаю, зачем, опять же, пришлось выключать, потому что, ну, зачем мне в каких-то приложениях почти во всех искать что-то. Ну, что ж, народ, давайте подведем итоги. Стоит ли обновляться с iOS 9 на 10-ую прошивку на бету 2? На мой взгляд, да, уже стало лучше. Единственное, что минус второй бета, это, конечно, батарейка. Эта батарейка меня бесит, честно. Как-то... Ну, что ж, народ, давайте подведем итоги. Стоит ли обновляться с iOS 9, 3.2, ну, или 9.3.3, что у вас там стоит конкретно, на iOS 10.0 бета 2? На мой взгляд, да, знаете, действительно стало классно. Вообще, отлично, я даже так сказала бы. По сравнению с первой бетой, намного все лучше стало работать, быстрее, стабильнее. Ну, вот, минус конкретный, который я нашел, это только пока что быстро уходит аккумулятор. А так, ну, вполне все неплохо. Рекомендую ставить. В принципе, реально ничего особого. Пока что я каких-то прям фатальных глюков или... Ну, с той же бетой первой не наблюдаю. Единственное, что уходит батарейка быстрее. Ну, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Пишите в комментариях, что вы думаете о iOS 10-й версии. Как вам iOS beta 2-й версии 10-ки. Ну, на этом все. Всем удачи. Всем пока. Ждите новых видео.